В дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району поступило сообщение от флориста. Девушка заявила, что цветочный магазин ограбили. На место происшествия сразу выехала следственная оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Что прояснило ситуацию? В вечернее время неизвестный мужчина зашел в магазин и, напав на продавца с деревянным брусом, похитил коробку с дневной выручкой, после чего скрылся. Ориентировку с приметами зломышленника получили все наружные наряды полиции. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении разбойного нападения задержали 25-летнего жителя ближнего зарубежья. В отделе полиции мужчина не стал отпираться, а сразу дал признательные показания. Потерпевшая тоже опознала налетчика. Правда, похищенные денежные средства злоумышленник не вернул. Он потратил их по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой. За нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим преступлениям. Не менее неудачное ограбление парикмахерской совершил и уссурийский вор. Момент кражи, как и в первом случае, зафиксировала камера наблюдения. Пока друг преступника оплачивал услуги салона, тот не терял время зря. Он своровал проглянувшийся мобильный телефон и спрятал его в задний карман джинсов. А после чего молодые люди спокойно покинули место происшествия. Однако теперь вору грозит уголовное наказание по статье «Кража», которое предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.